Здравствуйте! В эфире новости области ЖТСУ. В студии Гульмира Тимиргалеева и судопереводчик Даурен Абдрасилов. Прилетели. Аэропорт Ушарал вновь открыт для пассажиров. После годового перерыва воздушная гавань приняла первый рейс из Талдыкургана. Каким встретил пассажиров аэропорт после проведенной модернизации, узнаем из материалов сюжета. Аэропорт Ушарал принимает первый самолет после реконструкции взлетно-посадочной полосы. На воздушном судне из Талдыкургана прибыло 14 человек. Все пассажиры весьма довольны тем, что после долгого перерыва авиасообщение между городами возобновилось. И теперь они вновь имеют возможность добраться на отдых на озеро Алаколь воздушным путем. Сюда приехали отдохнуть на Алаколь. Остановимся в селе Акши. Этого рейса ждали долго. И сейчас я счастлив. Мы прилетели на отдых вместе с семьей, с детьми и друзьями. Домой будем возвращаться также на самолете. Это очень удобно. Просто и комфортно. Долетели мы быстро. Я живу в Талдыкургане. В селе Янбекше у меня хозяйство. Есть скот, земля. Занимаюсь животноводством и земледелием. Вращаться в Талдыкурган планирую через 3-4 дня. Вообще, по делам мне часто приходится сюда приезжать. Раньше это было проблематично. Но сейчас гораздо проще. Это вообще очень удобно для людей. Дорогу строится 3 года. Да и ехать надо 5-6 часов. На самолете быстрее и проще. Работа аэропорта Ушарал была приостановлена в связи с модернизацией. Реконструкция длилась один год. В результате взлетно-посадочную полосу удлинили до 2700 метров. А также расширили рулежную дорожку. Общая стоимость проекта превышает 9 миллиардов тенге. После реконструкции авиационная администрация Казахстана провела обследование объекта и выдала сертификат о готовности аэродрома к вводу в эксплуатацию. После проведения первого этапа реконструкции сегодня работала в течение 10 дней комиссия авиационной администрации Казахстана. По заключению комиссии мы получили сертификат годности аэропорта Ушарал для выполнения полетов. По плану выполняется ежедневно по 5 рейсов Талдукурган, Ушарал, Талдукурган. До нового года авиакомпания ЖИЦУ будет регулярно рейсы выполнять. Авиакомпания СКАД будет выполнять рейсы в течение 4 месяцев. Ежедневно здесь будут осуществляться рейсы Талдукурган-Ушарал-Талдукурган. Стоимость перелета 8 тысяч тенге. Кроме того, с 15 августа будет возобновлено авиасообщение Нурсултан-Ушарал-Нурсултан, которое будет осуществлять авиакомпания СКАД. А с 16 августа самолеты начнут курсировать и между Алматы и Ушаралом. К слову, в летний сезон будет выполняться 14 рейсов в неделю по каждому направлению. Стоимость билетов 15-16 тысяч тенге. А приобрести их можно как в специальных кассах, так и онлайн. Аэропорт Ушарала пока не может принимать самолеты в ночное время. Поэтому авиарейсы осуществляются только днем. На аэродроме по первому этапу все сделано. По второму этапу не установлено еще светосигнальное оборудование, аэронавигационное оборудование, которое должно быть на аэродроме, чтобы выполнять ночные полеты. Но это по второму этапу они до Нового года должны установить и закончить реконструкцию полностью аэропорта. Надежда Белова, Амина Кудайберген, Жейк Курманбаев, телеканал ЖТСУ. В Талдыкурганском центре обслуживания населения прошла акция «Юстиция консультирует». В целях повышения правовой грамотности жителей специалисты областного департамента юстиции ответили на волнующие граждан вопросы. В их числе процесс оформления документов на жилье, легализация земельных участков и многое другое. На сегодняшний день это одна из наиболее актуальных тем, по которым жителям Талдыкургана обращаются в ЦОН. Наряду с этим подобные мероприятия содействуют повышению квалификации специалистов центра обслуживания населения, считают организаторы акции. В процессе работы посетители госучреждения также получили исчерпывающую информацию и касательно норм действующего законодательства. Напомним, что по всем интересующим вопросам, которые в компетенции органов юстиции, жители области могут обращаться также по номеру 119. Наша главная задача – оказать правовую помощь населению. Поэтому на акцию также приглашены представители нотариальной и адвокатской коллегии. Также присутствуют представители палаты судебных исполнителей, в том числе и частных. Все они оказывают гражданам консультативную помощь по различным вопросам. Еще один шанс для абитуриентов. Из бюджета области ЖТСУ выделено 90 образовательных грантов. Возможность бесплатно получить высшее образование имеют пять категорий студентов с различными социальными статусами. В приоритете представители социально уязвимых слоев населения. Прием документов осуществляется в базе ЖТСУского университета имени Илья Сажен-Сугурова. Вот и остался позади один из самых важных и сложных экзаменов для выпускников школ – единое национальное тестирование. Списки обладателей образовательных грантов на 2022-2023 учебный год уже опубликованы. По данным Национального центра тестирования, в этом году было подано около 80 тысяч заявок, что на 5 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. У абитуриентов Край ЖТСУ есть еще один шанс поступить на бесплатное обучение. В этом году из областного бюджета выделено 90 образовательных грантов. Большинство из них будет отдано детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также детям, оставшимся без попечения родителей. Всего по общему конкурсу было выделено 25 грантов, а второй курс объявлен для представителей социально уязвимых слоев населения. Места будут распределены среди абитуриентов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей-инвалидов и детей, родителей, которые являются инвалидами. Для таких категорий предоставлено 65 грантов. Прием документов на грант-аким области начался с 5 августа. Отбор продлится до 15 числа. Кандидаты могут оставить заявление в ЖТСУ имени Ильяса Жанцугурова. При этом важно иметь документы, подтверждающие статус. Итоги конкурса будут опубликованы в конце месяца на официальном сайте администрации области. На сегодняшний день, с 5 по 15 августа, осуществляется прием документов. Прием документов производится в приемной комиссии ЖТСУ имени Ильяса Жанцугурова. На сегодняшний день, за вот эти 4 дня, было принято 64 документа. После 15-го, в течение 1-2 дней, областная комиссия по присуждению образовательных грантов на заседание примет решение. И будут известны списки обладателей образовательных грантов. За последние 3 года, количество образовательных грантов в стране удвоилось. В этом году, право на бесплатное образование получили 73 тысячи студентов. Надежда Белова, Диана Турлыбек, Ерлана Замбай, телеканал ЖТСУ. В здоровом теле, здоровый дух. Профилактическая конференция на эту тему прошла в областном доме дружбы. В собрании приняли участие сотрудники 1-го батальона полиции, управления специализированной службы охраны. Кроме того, для участия в мероприятии были специально приглашены врачи-наркологи, психологи и психиатры, а также религиозные деятели. На встрече были подняты вопросы, актуальные сегодня для всего мира. Такие как алкоголизм, наркомания и проблема суицида. Основная цель – донести до собравшихся важность соблюдения здорового образа жизни и опасности вредных привычек. Данное мероприятие проводится для того, чтобы объяснить сотрудникам о том, что наркотические вещества, наркология, алкоголизм – это самое плохое. Вот для этого проводится сегодняшняя профилактическая конференция. Мы за светлое будущее наших детей. Планы у нас на данный момент, получается, на третий квартал мы хотим провести диагностические исследования, а также занятия, семинары. Плюс к этому мы хотим провести тренинговые занятия. В Талдыкургане задержан 35-летний мужчина, который угнал дорогой внедорожник. Об этом сообщил заместитель начальника городского департамента полиции Чингис Нурахимов. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 августа. Подозреваемый угнал автомобиль Ниссан Патрол, припаркованный во дворе многоквартирного дома. Внедорожник попал на камеры видеонаблюдения, установленный на перекрестках улиц и на выезде из областного центра. В результате сегодня подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции. Им является житель Куксусского района. Ранее мужчина был судим за мошенничество и освобожден из подстражи в декабре прошлого года. Угнанный Ниссан Патрол найден в поселке Куйбышев, расположенном в горной местности. Автомобиль возвращен законному владельцу. Расследование по данному факту проводится в соответствии с 200-й статьей Уголовного кодекса Республики Казахстан. Кондитерские предприятия страны терпят убытки. Производственная мощность текилийской фабрики Алакай снизилась практически вдвое. Что стало причиной уменьшения производительности и какие последствия грозят фабрики, узнавала наша съемочная группа. На кондитерской фабрике Алакай полным ходом идет изготовление пряников. Сегодня здесь производят 18 видов сладкой продукции. Работает порядка 40 специалистов. Один из них – Мурат Асанов. Мастер-кондитер трудится на фабрике уже 5 лет. В мои обязанности входит месение теста. Из-за нехватки сахара начались проблемы. Мы думаем, что это решаемая проблема. Надеемся, что будем в дальнейшем работать. Не остановимся. Кондитерская фабрика Алакай работает в Текили с 2009 года. Продукция пользуется большим спросом. Причем не только на местном уровне, но и в масштабах республики. Пряники продаются в магазинах нашего региона, а также отправляются в Алматинскую область, города Нур-Султан и Уэскимен. Однако в настоящее время в связи с ростом цен на сырье на фабрике по производству сладости были вынуждены повысить стоимость готовой продукции. А это привело к уменьшению спроса. У нас три фактора есть по поводу снижения продукции. Потому что летний период это очень влияет на покупательскую способность, в плане того, что помидоры и огурцы. Второй фактор это, естественно, сахар. Мы сейчас на данный момент работаем недели три дня, четыре дня. То есть мы этот сахар сейчас с Алматы привозим. Это нам сложности какие-то определенные доставляет. И третий фактор это ценовая политика, потому что, естественно, на сырье цены все выросли и нам пришлось поднимать цену. Снижение спроса на продукцию, в свою очередь, сказалось на сокращении штата предприятия. Однако производство все еще старается держаться на плаву. И несмотря на снижение дохода, активно участвует в благотворительных мероприятиях региона. Еще недавно на Текилинской кондитерской фабрике Аллахай в сутки производилось до полутора тонн пряников. Сегодня мощность производства снизилась практически вдвое. Изменить ситуацию в лучшую сторону возможно только при решении проблемы дефицита сахара. Оружен Тнеебаева, Амадий Байбусанов, телеканал ЖТСУ. Верховая езда, лекарства от болезней. В области ЖТСУ все большую популярность набирает ипотерапия. На сегодня в городе Талдыкурган около 20 детей с особыми потребностями раз в неделю посещают бесплатные занятия по реабилитации. Продолжительность сеанса 20 минут. На одном из таких занятий побывала и наша съемочная группа. Талдыкурганка Санья Асанбаева воспитывает ребенка с неизлечимым генетическим заболеванием. У ее шестилетней дочери Адели синдром Дауна. А потому для девочки очень важна реабилитация. Занятия и ипотерапия дают заметный результат. К тому же ребенку очень нравится общение с животными и сам процесс лечебной верховой езды. Нам тут нравится. Уже заметны положительные изменения в поведении моей дочери. Мы посещаем эти занятия 5 недель. После верховой езды ребенка бесплатно угощаются умалом. Хочу отдельно выразить искреннюю благодарность руководителю комплекса Яросыл, а также благодарю волонтеров. При комплексе Яросыл занятия по ипотерапии начаты в 2015 году. Здесь проходит реабилитацию детей с ограниченными возможностями. В течение года удается охватить около 50 человек. В этом году организация приняла участие в конкурсе ярмарка социальных идей. Представленный проект был признан одним из лучших. На выигранный грант в 1 миллион тенге были приобретены новые амуниции для лошадей. Ипотерапия очень помогает детям с ограниченными возможностями. В каком плане? То есть у них, когда ребенок сидит на лошади, когда человек сидит на лошади, у него все 12, весь организм начинает работать, приходит в движение. Естественно, он, так как градус температура у лошади выше, чем у человека, начинает греть. Я не могу утверждать, что ребенку это поможет 100% вылечить. Нет, конечно, хотя, конечно, хотелось бы, но помогает ребенку спокойно спать и более умиротворенно вести себя. Занятия по ипотерапии включают в себя знакомство с лошадью, упражнения на едущем коне, изда верхом и дыхательные упражнения. В работе очень помогают волонтеры молодежного ресурсного центра. Занятия по ипотерапии проводятся вечером в 6 до 7 часов. Приходят много детей, мы помогаем ребятам сесть на лошадь, следим за тем, чтобы они не упали. По словам экспертов, ипотерапия или лечебная верховая езда оказывает положительное воздействие на организм человека, укрепляя его. Она влияет на мышцы, пищеварительную систему и психологическое состояние пациента. А потому с каждым годом находится все больше желающих заниматься такой реабилитацией. Оружен Книбаева, Мадиб Айбосунов, телеканал ЖИТСУ. Эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной. Нурсултан приблизился к зеленой зоне, в которой по-прежнему находятся и все остальные регионы. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1651 новый случай. Наибольшее число заболевших приходится на столицу, город Алматы и Карагандинскую область. Темпы роста заболеваемости COVID-19 снизились в Алматинской области и ЖИТСУ. За сутки в ЖИТСУ зафиксировано 53 заболевших. В целом за прошедшую неделю количество людей, зараженных коронавирусом, в регионе уменьшилось практически вдвое. Наибольшее число обратившихся за медицинской помощью приходится на Талдыкурган и Панфиловские районы. Тогда как в Алматинской области больше всего болеют жители Инбиши Казахского, Карасайского и Уикурского районов. В целом, по данному региону, темпы роста заболеваемости составляют 0,1%. За прошедшие сутки зафиксировано 16 новых случаев. В областях продолжается работа по вакцинации населения. Помощница воспитателя избила ребенка в садике Павлодара. Видеоинцидент распространилось в социальных сетях. На нем видно, как женщина, укладывая ребенка на полуденный отдых, несколько раз бьет его, сообщает закон КИЗ. Мать избитого ребенка уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением, пояснив, что ее дочь 2019 года рождения была избита в дошкольном учреждении. Данный факт зарегистрирован. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего. Изучаются материалы камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Прокомментировали ситуацию в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области. Пляжную зону близ города Форт Шевченко в Мангистауской области превратили в стихийную свалку. Этот несанкционированный мусорный полигон ничем не огорожен, никем не контролируется и не регулируется. Жители просто приезжают сюда и скидывают весь свой мусор, а мангистауский ветер развеивает его по всей бескрайней степи Тубкараганского района. Ранее Аким Актау Нурдаулет Кылыбай получил выговор за плохую организацию вывоза мусора и неудовлетворительную санитарную очистку города. Жители одного из частных секторов Караганды до сих пор живут без света. Крупный микрорайон города Куньгей застраивался хозяйственным способом, а централизованное электроснабжение здесь отсутствует. Жители вынуждены приобретать генераторы, которые стоят 150 тысяч тенге. При этом на час работы необходимо 3 литра бензина, поэтому используют генератор всего лишь несколько часов в сутки. Проект по внедрению центрального электроснабжения в этом секторе стартовал в прошлом году, но застопорился. Электричество 70 домам власти обещают провести только в следующем году. Стоимость проекта 608 миллионов тенге. На юго-западе Франции бушуют пожары, из-за чего уже эвакуировано 10 тысяч человек. По мнению экспертов, такое стремительное распространение огня связано с чрезвычайно низкой влажностью и множеством сухой растительности. В результате происходит возгорание на еще нетронутых зеленых участках. По последним данным, огнем уничтожено более 6 тысяч гектаров леса. Власти предупреждают, что и уровень воды в реках может достичь критического минимума уже в ближайшие дни. Трагедия произошла у берегов Греции. В Игейском море лодка, перевозившая около 80 мигрантов, затонула во время шторма у берегов острова Радос. В ходе воздушно-морской спасательной операции из воды извлекли 29 человек, еще 50 числятся пропавшими без вести. У многих из потерпевших кораблекрушения не было спасательных жилетов. По данным властей, на борту затопленного судна были граждане Афганистана, Ирана и Ирака.